Совсем немного остается до 9 мая, Дня памяти и почести. Так же, как немного осталось самих героев тех страшных лет, когда не только погибли люди, были исковерканы судьбы миллионов людей. На местах проходят встречи трех поколений, в ходе которых из живых свидетелей можно еще раз представить те страшные картины и сравнить с сегодняшними. С каждым годом их становится меньше и передвигаться становится трудней. А потому все чаще не они, а мы приходим к ним в гости. К нашим почетным, убеленным сединой ветеранам приходим, чтобы услышать истории из первых уст. И кому как не им знать истинную цену свободы и мира. Такого хрупкого и в то же время единственно важного на всей нашей земле. Это страшное слово «война». С особой болью и горечью все чаще произносим с приближением знаковой даты. О страшных годах Второй мировой ветераны вспоминают со слезами на глазах. И тем сильнее оттенок их рассказов и невыдуманных историй о страшном бедствии человечества. В стране от трагедии не осталась ни одна семья. Кровопролитная. Она унесла миллионы жизней и искалечила судьбы молодых людей. Когда в самом расцвете сил. Когда самое время жить и строить планы на будущее. А они уходили. На фронт. Среди них и Ачил Джабаров из Самарканда. Свои мужества и храбрость, отвагу и верность своей стране он продемонстрировал в сражениях. Был дважды ранен. И даже несмотря на это, в послевоенные годы он остался в строю. Долгое время посвятил свою жизнь детям. Преподавал в школе, передавая весь свой опыт и знания. Участвуя в сражениях, я получил дважды осколочное пулевое ранение в руку. Многие мои товарищи не вернулись с полей битвы. Главное, что хочется сказать, чтобы никогда не повторилась война. Пусть наша молодежь знает об этом только по рассказам. Сегодня мы живем в мире и согласии, когда в каждой семье достаток и покой. И все это благодаря миру и стабильности. Разве сравнить те годы разрухи и голода, когда война лишила всего. Но мы выстояли и победили. Главное мое богатство – дети, внуки, правнуки. Когда-то мы сражались за их будущее. Теперь они живут, оберегая нашу старость. Большая помощь от государства – это льготы в виде бесплатного проезда, воздушным и железнодорожным транспортом, оплаченной путевки в санатории. Бегтимир Коршибаев родился в 24-м году в Булунгурском районе. Отправился на войну еще со всем молодым юношей. По окончании войны продолжил службу в органах внутренних дел. А сегодня он в почете и в центре внимания жителей Махали, которые никогда не оставляют его без поддержки. Те далекие годы войны сегодня вспоминаем с ужасом и болью, когда в битве с врагом продемонстрировали свою непоколебимую волю к победе. Многие из моих товарищей не дожили до сегодняшнего дня. Хочется дать наставления молодежи, чтобы помнили, чтили память о подвигах сынов отчизны. Те, кто сражались на полях Второй мировой, те, кто трудились в тылу, сегодня и навсегда – это истинный образец стойкости и отваги. Это им почет и уважение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.